Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Давайте подведем итоги недели, выделим ключевые моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Переступим с разбора информационно-новостного потока. Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Во вторник внимание рынка было на выступлении главы ФРС Жером Пауэлла. Он подчеркнул, что снижение процентной ставки возможно только при устойчивом снижении инфляции. Экономика США растет, рынок труда вернулся к допандемийному уровню, но инфляция остается выше целевых значений, то есть 2%. Вот это было сказано Жером Пауэллом. Но, смотрите, полная информация, что было сказано о Жером Пауэллом, доступна в моей статье от 10 июля. Ну, в среду макроэкономический календарь был пуст, внимание рынка было сосредоточено на выступлении, опять же, главы ФРС. Уже в палате представителей, где не было сделано новых заявлений. Волатильность на финансовых рынках оставалась в пределах нормы. В четверг были публикованы данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая снижается, точнее, третий месяц подряд и достигла уровня 3% в июне, что оказалось ниже ожидаемого уровня в 3,1%. По сравнению с предыдущим месяцем, инфляция снизилась на 0,1%, что стало первым снижением с мая 2020 года. Вопреки, опять же, прогноза о росте на 0,1%. Обновленные данные указывают на то, что ФРС может приступить к снижению процентной ставки уже в сентябре. Скажу так, что если исходить, опять же, из ожиданий аналитических агентств, то закладывают снижение в период, значит, сентябрьского заседания, потом второе заседание, там, вроде бы, в ноябре, что ли, получается, на втором заседании ожидает паузу, и еще одно снижение ожидают в декабре текущего года, а последствия уже в январе. Вот такие же ожидания закладывают аналитические агентства. Ну, что же интересно происходило на торговых графиках. Ну, смотрите, валютная пара евро-доллар сохраняет восходящий потенциал, о чем свидетельствует стабилизация цены выше уровня 1,08. Кроме того, данные по инфляции в США позволили покупателям еще больше увеличить объем длинных позиций, что привело к росту курса евро аж до отметки 1,09. Обратите внимание, как цена качественно отрабатывает данный уровень. Да, я понимаю, что у нас возникает здесь локальная перекупленность в краткосрочных временных периодах, но уровень 1,09 здесь прям замечательно играет в плане сокращения этих объемов длинных позиций. Тем самым мы понимаем, для того, чтобы пролонгировать среднесрочный восходящий цикл, нам необходимо стабилизировать котировку выше, чем 1,09. До тех пор этот уровень рассматривается трейдером в качестве сопротивления, что допускает, естественно, построение коррекционного цикла. А, ну, пара фунт-доллар демонстрирует аналогичную динамику, однако на торговом графике отчетливо наблюдается пролонгация среднесрочного восходящего тренда. Цена даже не просто стабилизируется выше, чем 1,28, так вот цена достигает уже района психологического уровня 1,30. Напомню, что район психологического уровня не имеет отклонения сверху и снизу при 50 пунктов. Так вот мы достигли ее нижней границы 1,29,50, где наблюдалось сокращение объема длинных позиций. Тем самым, для того, чтобы у нас наблюдалась именно последующая пролонгация среднесрочного восходящего тренда, необходимо стабилизировать котировку выше значения 1,30,50. До тех пор этот район рассматривается трейдерами в качестве сопротивления на рынке. Завершаем наш видеообзор в этот раз валютной парой австара, точнее доллар против канадского доллара, где котировка плотную подошла к уровню поддержки, это 1,36, на котором ранее неоднократно наблюдалось сокращение объема коротких позиций. Но, смотрите, с точки зрения технического анализа вероятен отскок цены по примеру предыдущих временных периодов. Однако, с точки зрения фундаментального анализа возможно ослабление долларовых позиций такое повсеместное на рынке. Как раз на основе именно данных по инфляции, которые указывают на снижение процентной ставки. Это такая совокупность данных, естественно, может указать на глобальное ослабление долларовых позиций. Но, опять же, если мы все-таки будем сказать из тех анализа, я бы рассматривал последующее наращивание коротких позиций, на данном случае по американскому доллару, в паре доллар-канадский доллар. Конечно же, после стабилизации цены ниже, чем уровень 1.36, желательно, наверное, по итогам недели. Да, в этом случае, конечно, тогда бы трейдеры закладывали последующие снижения, то есть вот этот цикл боковой был бы прерван, ну, с последующими исходящими движениями, я думаю, как раз в направлении вот этих значений у нас. Вот они, где-то 1.33, 1.34, скорее всего, вот сюда. Ну, до тех пор рассматривать, как я уже говорил ранее, отскок, отскок куда? Ну, вот сюда, опять же. Отскок значения куда-нибудь 1.37, наверное, 1.37, 1.37, 1.37, 1.50, вот такой диапазон бы рассматривался. Ну, на сегодня у нас все, желаю всем удачи и хорошо провести выходные. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok